Приветствую вас, аноним. Ключевой момент здесь в том, что вы, как мне кажется, во-первых, травмированы в какой-то степени разводом. Вот, то есть развод, ну, влияет на вас, до сих пор. Ну, вообще, это нормально, что влияет, если вы его не смогли как-то вот прожить, да, то есть, ну, если вы его не проживали, если вы его не... оплакивали, скажем так, то травмированные разводы, которые, безусловно, присутствуют, они на вас влияют. Вот, поэтому научать, наверное, стоило бы как минимум с ней, с ней, вот, ну, просто, просто, просто поговорить о разводе, о том, как вы вообще в целом восприняли, вот эту вот историю с разводом, как вы к ней относились, относитесь. Вот, общается ли ребенок с отцом, с воином, это тоже такое достаточно важный момент, потому что, если он... не общается, то нужно понимать, почему не общается, ну, вот, вам бы существенно упростило бы задачу, историю, когда ребенок общался с своим отцом, потому что он бы не был так... как вы говорите, может быть, привязан к новому мужчину, вот. Следующее, на что важно обратить внимание, то, что ваш сын подросток, и, как подросток, он будет против любого мужчины. Абсолютно. То есть тут, тут идеального, идеального человека здесь нет. Вот. Поэтому можете, в принципе, даже не пытаться. Найти идеального человека, потому что не найдешь, не получится у вас это сделать. Вот. Потому что у вас сын находится в подростковом возрасте. С другой стороны, ему, конечно, нужна мужская фигура, в принципе. Вот. И... как бы, несмотря на то, что он будет, вероятно, сопротивляться, вот тому, что какой-то мужчина в вашей жизни все же... все же появится, он, скорее всего, где только у меня души будет этому благодарен. Вот. Хотя там будут некоторые сложности, но без сложности никуда. Вот. Значит... Дальше. У вас есть проблема недоверия себе. Вот. У вас есть проблема недоверия себе. Где у вас есть, ааа... Действительно, ааа... Какая-то, вот, неуверенность в себе, как в женщине, что ли? Так, по крайней мере, показалось мне. Ааа... Вот. По... Общине. С вами. Так, по крайней мере, ааа... Мне показалось. Почему я это неуверенно? Потому что... Такое ощущение, что, ааа... Вы... Ааа... Ааа... Стыдитесь... Того, что у вас есть ребенок. Их ребенка вы... Воспринимаете, как сдерживающий фактор. Ааа... Следующий момент... Ааа... В том, что... Вы пытаетесь, ааа... Вы пытаетесь, ааа... Выстраивать отношения, ааа... Как бы... Не с, ааа... Человеком, не с личностью, а с мужчиной. То есть, по сути, вы... В... Внимательствуете только... На гендерном уровне. Вот. Это... Мягко говоря, очень ограничивает. Потому что... Вперва люди взаимодействуют на личностном уровне. А потом уже взаимодействуют на гендерном. Вот. И для этого между людьми должны быть что-то общие, что их объединяет. Вы вместо этого такое ощущение, что боитесь какого-то контакта, прямого контакта с мужчиной, и знакомиться на сайте знакомств, где довольно такая специфичная модель восприятия людей. Где люди в основном как товары, где люди перебирают друг друга и так далее. То есть как бы ситуация такая, не самая благоприятная. Дальше. Отсюда, из-за того, что вы воспринимаете мужчину именно как мужчину, но не как лично, и общаетесь именно исходя из этой гендерной позиции. Они в позиции общечеловеческой, на основе которой уже может развиваться гендерное взаимодействие. Вы боитесь ошибиться. Я бы хотел здесь спросить, как у вас происходит, что в постоянной отношении можно ошибиться? Ну то есть вы или являетесь собой и демонстрируете своему партнеру себя, свои ценности, свои предпочтения. Как это вы сделали с ребенком, правда немножко там, по-другому нас чуть-чуть, да? Было. Ну ладно об этом, мой коллега уже сказал. Либо вы кого-то другого из себя строите. Вот. Никакого правильного поведения здесь нет. Вот. И то, что вы делаете вставку на одного мужчину, это тоже, ну, в какой-то степени говорит, ну, об определенных, может быть, страхах, об определенных, может быть, таких стереотипах, вот, которые вас ограничивают. Давайте, поисследуем ваш текст. Итак. Как вести себя с мужчиной после двух свиданий, естественно. Как понять, серьезно ли он настроен, или с кем просто провести время? Вот, понимаете? Какая штука? Это встретить. Серьезно ли он настроен? Откуда человек может знать, серьезно ли он настроен, или нет, с вами, с вами? Если, если он вас еще не знает, простите, я. Вот. Ну, откуда, откуда, откуда он может знать? Понимаете? Вот. Откуда человек может знать это? А вы от него, вы постыте уже это требовать. Почему? Потому что, несмотря на то, что вы долгое время были одной, я полагаю, это не было вашим выбором. Я полагаю, это было следствие развода, это было, может быть, следствие страха, вот. Но нет. Выбором. И, несмотря на то, что вы были одна, вы на себя не опирались. Ну, до конца. И вам сложно сейчас опираться на себя. Вам нужно узнать, вам нужны гарантии, что человек серьезно к вам настроен. Но ведь это, оно так не работает. Никто изначально не может быть в серьезном настроении, потому что он не знает, какой вы человек, и мы не знаем, понравимся ему друг другу или нет. Вместо этого спросите себя, для чего вам знать, серьезного настроения или нет. Что плохого для вас в том, если он хочет провести время с вами? Какие это чувства вызывают у вас, по крайней мере? Дальше. После разговора произошло счастливое. Все это время занимался воспитанием сына, не вступал никакие отношения с мужчинами. Почему? Мне 32, сын 11. Познакомился на сайте знакомств с парнем. Почему на сайте знакомств знакомств познакомился? Ему 36. Какое значение имеет возраст? Переписывались. Потом он просил номер телефона на вашу встречу. Например, на свидание. Мне нужно сказать, что сын, если я не скрываю этого, как другие девочки. Ну, на это указал мой коллега, откуда сравнение с другими девушками. То есть такое ощущение, что либо стыд, либо такой вот завалированный страх. Страх отвержения. Вот. Плюс вы здесь, как бы, ну, я не знаю, замечательно, я не знаю, не знаю, ну, как бы выдавиться по моим ощущениям, по моим ощущениям, по моим ощущениям. Вот. На человека. Вот. Когда говорите про уреб... ну, про уребинг. То есть, как бы, вы уже, как бы, намекаете на отношения. Но это в чем дело? Вот, на сайте знакомств люди практически не могут общаться, не подразумевая возможности отношений, что важно. То есть, это дополнительно отгощает общение между людьми. Дальше. Так, спасибо за честность, люблю честных людей и цену это хорошо. Это действительно хорошо, потому что это говорит о том, что человек умеет заботиться. Статья походили по городу, общались смело. Незаграда сбрасывала Падамаму. Он отвечал, давай секундочку походим. Чем продиктован такой ваш вопрос Падамас Падамам? Наверное, если скользко было, он предложил ему за руку, он рассказал о себе про меня, только спросил, какое увлечение, где работаю. Почему так мало? То есть, типа, вы молчали сами? Если мы о себе сами не рассказывали ничего, или как это работало? Так, дальше. Пропустили. Святофор с зеленой. Пока рассказал, он сказал, давай еще пустым покойник. Пришла домой. Взалил. Он сказал, что это знакомый. Зачем? Этим вечером после сзади он мне написал, он позвонил, а должен был поважен мужчине. Что вы почувствовали, когда этого не произошло? При рисовании он сказал, пока ушел, ничего не говорю про следующее встречу. А должен был? Что? Понимаете? То есть, у вас есть некая схема, которой человек должен соответствовать, если он не соответствует, вы начинаете испытывать негативные эмоции. То есть, что это здесь? Есть контроль. Контроль угадывается в вашей последней. Братья, вот это я забегаю чуть вперед, говорю. Когда вы пишете, что я не могу ошибиться, можете ошибиться. И должны ошибаться. Потому что это отношение. Дело не в том, чтобы не ошибаться. Дело не в том, чтобы не испытывать боль. Дело в том, чтобы уметь обращаться с этим. Уметь обращаться с негативом, с болью, с которым вы сталкиваетесь. А не избегать, как вы это делаете сейчас. Я понимаю. Вы боитесь. Я понимаю. Вам больно. Но это только связано с тем, что вы не умеете с этим обращаться. Вот. И задача психолога, когда в том заключается, чтобы помочь вам с этим как-то обращаться. Дальше. Так. Значит. Написал только вечером на следующий день в WhatsApp. Как дела? Должен было раньше. Не дождался ответа. Вышел. Пусть два дня написал и не звонил. А должен был. Опять же. Я восстановил анхету и решил, что просто буду переписываться в руки мужчинам, а не в нашего города, не встречаясь ни с кем. Для чего? Какая у вас мотивация? Вот здесь. На следующий день после восстановления ракеты он написал привет, как дела? Спросил про работу. Ответил хорошо. Как мне кажется, у вас вот как-то не особо общего-то есть. Чего-чего. Через день, наверное, время я спросил у него, вот сказать, назвать знакомству за каком-то привет. Какое у тебя впечатление от меня в реальной жизни? Почему зря? Для чего спросила? Понимаете, здесь есть неуверенность. Здесь есть неуверенность в себе. Привозность. Привет, общительная, симпатичная милая девушка с хорошим счетом юмора. У меня свои поморочки, которые мешают свои семени. Ребята неплохо. Мне очень понравилось с тобой общаться. Так говорит человек, классический человек, который испытывает страх перед ответственностью. А вы, говоря про ребенка, достаточно хорошо дали понять, что вам важна этот самый ответ. то есть вы, как бы, ну, немножко надавили на человека. Вот. И человек понял, человек понял, что вы не готовы просто общаться, не готовы просто проводить время, что вы у них не гарантии. Вот. И это, конечно, отягощает, ну, взаимодействие, взаимоотношения. Вот. Потому что, ну, как бы, у мужчины и у женщины несколько отличные друг от друга представления о том, как нужно устраивать отношения и так далее. Вот. Вот. То есть, понимаете, да? Вы пытаетесь на человека опереться в том, чтобы вам было спокойнее, чтобы вам было легче. И, понимаете, опираться на людей других, близких людей, и не обязательно на близких, это нормально. Но, а, делать, пытаться делать ставку на одного человека, ну, это значит, как-то как, все равно, что в казино. Вы играете в казино или, нет, не в казино, а, типа, у вас есть деньги, взяли, положили их все в один, как бы, в один банк, да? Ну, ладно. Тогда как? Более правильно будет раскидать по нескольким банкам разные суммы из разных валют и валют. Это будет, как бы, ну, более такой адекватный подход. А вы делаете ставку, наверное. Понимаете, в чем дело? Я полагаю, это связано с тем, что вам не очень легко сближаться с людьми. Может быть. Я не знаю. Такая только предположена была. Далее. Так. Через два дня я удалил анкету на совсем, удалил его номер телефона и зажила обычной жизнью. То, что происходило, это не было обычной жизнью, наверное. Для чего удалили его номер телефона. Понимаете, вот момент в том, что вы не готовы здесь что-то делать просто так. Вы не готовы просто так проводить время с человеком. И опять же, забегая немножко вперед, я могу сказать, вы можете сказать, ну, обри, у меня сын, я, типа, не могу сделать ошибку. Может. Это отношения. Отношения не выстраиваются по схемам, отношения не выстраиваются на контроле. Ну, здоровые отношения, по крайней мере. И не ошибок нужно бояться. Не ошибок нужно избегать. А избегать нужно как раз-таки непринятие негатива. Вот. Дальше. Так, он спрашивает. Через три дня он написал мне, привет, как дела на нашел анкету. Удалил его, когда познакомилась. Похоже, честно говоря, на провокацию нет ни с кем. Удалил его, хорошо все, как ты. Я нормально, давай прогуляемся, скучно одному дома. Ну, как бы, выглядит здесь все таким образом, как будто бы человек не уверен в себе. Не то, что он вас использует, а то, что он не уверен в себя. Так. Брошу, где мы через час пятнадцать минут погуляли. Вы тут еще написали, классно погуляли. Так. А теперь вопрос. Как понять, экскурсионное общество или ответное? Ну, оно как девушка. Почему не может быть и то, и другое? Ну, вот, серьезно. И то, и другое. Может, не стоило сразу на проверение, когда что сын есть. Я же не знаю, может, просил его выйти. Ну, это одно и то же. И опять же, что это значит, может, не стоило. То есть, вы или уверены в том, что вы говорите, или нет, а получается, что вы это говорите с какую-то другую целью. Не стоит, что эта фраза значит. Не в контексте, не в контексте рассказывая о себе вы это сказал. Что-то другое, что-то, что-то другое здесь есть. Что-то другое здесь присутствует. Какой-то, ну, такой, знаете, другой контекст. Что-то имеется в виду. Дальше. Да. Эм... Так. То, что он... То, что... Что-то... То, что он описал, то пропадал. И? Подворучки с семьей. Это был намек, что не хочет сравненных отношений. Откуда мы можем знать? Как вы, если бы это представляете? Что мы другого человека видим насквозь, по вашему описанию? Нет? Это так нормально. Мы вам с собой разобраться сможем помочь. А не с другим человеком. Консультировать, ну, как бы, обсуждать третьих лиц. Это вообще несколько неэтично. То есть, есть кодекс. Есть этический кодекс. Психолога там это, как бы, запрещает. Ну, и чисто с моральной стороны, мне кажется... Ну, лично для меня, не приемлемо обсуждать третьих лиц. Вообще, возговоры с другим человеком. То есть, как бы, ну... Если только не мои собственные, там, знакомые и так далее. То есть, ну, что я могу сказать про человека, которого я знаю. Я знаю. Как себя вести? Я запуталась. В чем запуталась? Как себя вести, чтобы что? Боюсь, ну, ошибиться. Ну, давайте со страхом ошибки поработаем. Потому что ошибки, это нормально. На меня ответственность не только за себя, но и за сына при выборе мужчины. Ну, так... Это как... Это как... Это как, как... Как вот, опять же, вы... Вы... Как вы себе это представляете? Вы выбираете мужчину для сына? Нет? Выбираете мужчину для себя. И первую чертежить мужчину будет с вами. Понимаете? То есть, видите, здесь вы, как бы, принижаете немножко свою, как будто бы, ценность. Да? Вот. И... Стараетесь быть и матерью, и женщиной. Одновременно. А... Правда в том, что это так не работает. То есть, правда в том, что вы не можете... Вы не сможете быть одновременно женщиной-матерью. Вот. Потому что мать вы только для своего сына. А для мужчин и женщин. Ну... Личность. Социальный индивид. Вот. Знаете? Вы пытаетесь своим гиперконтролем перекрутить себя, перекрутить свои модели поведения, делая их абсолютно неестественными. Вследствие чего вам требуется задавать вот эти вот вопросы. Значит, ну... Предполагающие некоторые обратные связи. Вот. И опять же, нет ничего плохого в том, что вы хотите обратные связи. Но забрашивать обратные связи можно по-разному. И можно это сделать куда более деликатно. Можно это сделать куда более интересно. Можно это сделать куда более творчески. Я имею ввиду, куда более творчески подходить к этому вопросу. Вот. Все зависит от вас. То есть все зависит от вас. Хотите ли вы этому научить? Научить. Если хотите, обращайтесь к ее психологу, вам нужно поработать. Потому что, ну, очевидно, что к новым отношениям вы пока что не готовы. Вот. По крайней мере, вы не чувствуете себя в них уверенно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго. И удачи. Просто буду благодарен вам за ваш отклик на мой ответ вам.